МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В соцсети распространилась информация, что Казахстан отказался от платформы Сбербанка. Но министр Мусин заявил, что работа над этим меморандумом продолжается. Аварийность на шахтах Арселор-Миттл-Тимиртау растет. За 10 лет на угольных рудниках компании произошло 23 аварии, в которых 19 человек погибли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соцсети быстро распространилась информация о том, что Казахстан отказался от платформы Сбербанка. Предвестники новости опирались на запись общественного активиста Мухтара Тайжана в Фейсбуке. Однако министр Мусин, который сегодня дал интервью в Куларах Сената, заявил, что работа над этим меморандумом продолжается. То есть информация, которая развеялась в соцсетях, оказалась неправдоподобной. Автор этой записи Тайжан заявил, что не писал о расторжении меморандума со Сбером. Он отметил, что внесены только существенные изменения. Власти Казахстана намеревались отдать разработку цифровой платформы госуправления российской финтехкорпорации Сбер, но столкнулись с продолжительной массовой критикой в свой адрес. Если Казахстан будет использовать эту платформу, то данные ее будут прозрачны для российских властей. Надо отдавать себе в этом отчет, заявили в один голос местные айтишники. Если, к примеру, вдруг между Ахордовой и Кремлем пробежит черная кошка, это будет троянский конь, убеждены они. Больше всего экспертам не понравилось то, что россиянам заплатят полмиллиарда долларов. Но министр отверг эти доводы. Платформа сама с открытыми исходными кодами предполагается, что будет закуплена у этой компании. Это платформенное решение, которого нет сейчас у казахстанского айти-сообщества. На основании этой платформы они потом будут заниматься консультированием и обучением, как работать на этой платформе наших казахстанских айти-компаний и изъявивших желание айти-специалистов. По мнению местных айтишников, россияне будут владеть всей полной информацией о казахстанцах. Кто что купил и продал, кто за кого вышел замуж, кто умер и родился. Министр Мусин заявил, что Сбер дает исходные коды, чего не делают другие компании. Даже если согласиться с доводами министра Мусина о том, что Майкрософт не предоставляет исходные коды, местным айти-компаниям можно было бы на базе инфраструктуры Майкрософт построить свою инфраструктуру, говорят местные эксперты. Таких примеров много. Например, КНБ не требует исходные коды Windows, установленные на вашем персональном компьютере. Однако министра Мусина стали поддерживать даже критики. Вот эти 500 миллионов, которые нам объявили, что уйдут в Сбербанку, а как оказывается это будет оплата нашим казахстанским айтишникам, заработная оплата, тысячу человек, где-то 3-4 тысячи долларов на протяжении 5 лет, это, я считаю, существенные изменения. На еще где-то 200 миллионов долларов, по словам представителей МЦРЯП, НИД будет построен серверный для хранения наших баз данных на охраняемых режимных объектах. Это то, чего мы все испугались в начале сентября, что наши данные уплывут в Сбербанк. По словам министра Мусина, местные айтишники подняли панику, потому что будет создаваться единая платформа. Это наводит страх, ведь компании привыкли зарабатывать деньги на этих заказах, отметил министр. Но, по словам чиновника, местные айтишники не останутся без работы, о безопасности личных данных уделяется большое внимание, потому что храниться данные будут на территории Казахстана, сообщил министр. Бауржаншай Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Сенатор Ершов в своем запросе в адрес Кабмина заявил, что аварийность на шахтах Арселор Миттл Тимиртау растет. За это время на угольных шахтах компании произошло 23 аварии, в которых пострадал 41 человек, из них 19 погибли. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, где погиб 71 шахтер. Самая крупная авария на шахте Абайская произошла в 2008. Тогда погибли 30 человек. 14 шахтеров были травмированы. Еще одна трагедия на шахте Казахстанская, также с жертвами, произошла в 2017 году. В Шахтинске тогда погибли три шахтера. И вот очередная трагедия. Шесть погибших в 2021 году. И самое печальное, говорит сенатор, аварийность растет. Со дня прихода компании в Караганду на ее шахтах погибли 198 горняков. И вдвое больше шахтеров остались инвалидами. Компания Арселор взяла шахты с 20% износом оборудования и довела износ до 70%. Аварийность во всех подразделениях Арселор за прошедшие 10 лет увеличилась. Только за последние 10 лет на угольных шахтах Арселора произошло 23 аварии. Из них 8 аварий с несчастными случаями, при которых пострадали 41 человек. Причем из них 19 смертельно. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, где 71 шахтер погибли. Ранее компания Арселор провела пятилетнюю программу по модернизации. По словам критиков, сделала она это не потому, что начала беспокоиться о здоровье и безопасности своих сотрудников. Просто, если не принять мер, то именно через 5 лет ресурс оборудования будет выработан полностью. И в некоторых шахтах даже подача воздуха прекратится. Естественно, работать в таких условиях будет нельзя. Предприятие придется закрыть. И один очень богатый человек, обитающий на островах Туманного Альбьона, потеряет кучу денег. Бауржан Шеяхмет Ахмедяль Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Население и социальные объекты не должны отключать от электрической энергии. Такое поручение профильным компаниям и организациям дал министр энергетики Макзум Мирзагалиев. А еще по сообщению ведомства на Жамбылской Гресса подключат третий блок для увеличения электрогенерацией. Если в целом по республике потребление электроэнергии составило порядка 8%, то в энергодефицитной южной зоне выросло сразу на 12%. Поэтому происходит перегруз транзита 500 кВт в направлении север-юг. Потребление на выходе больше, чем выработка электроэнергии. Теперь необходим новый график распределения энергии, а компании по управлению электрическими сетями поручены ежесуточно информировать по перебору заявок и объемов от потребителей. При этом нельзя допускать ограничения электроэнергии населению, и социальным объектам заявили в Минэнерго. Нам надо иметь все шесть блоков в постоянно работоспособном состоянии. Понятно, что один блок всегда должен находиться в резерве, но пять блоков у вас должны работать. В последние годы ЖГРС, к сожалению, работала в основном только в двухблочном. Вот сегодня мы уже, даст бог, третий блок запустим. Нам необходимо сделать все технические мероприятия для того, чтобы станцию подготовить к соответствующему кризису, который у нас сегодня имеет место. Так как электроэнергии на юге не хватало, то вопрос запуска третьего и четвертого блоков на Жамбулской ГРС поднимался еще раз накануне. Ситуация должна стабилизироваться, сообщили в КИГОК. Наверное, все блоки на ЖГРС запустить проблематично по озвученным техническим причинам, которые станция все-таки не новая. Второй вопрос, который нужно решить, вопрос стоимости топлива. Это достаточно дефицитный газ. Поэтому среднесрочная задача поставлена – обеспечить, чтобы все станции были готовы к работе. Я думаю, что министерство, как и уполномоченный орган, этот вопрос будет решать. Дефицит электроэнергии нет, сказали в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля. Проблемы возникают только в часы пика, а недостающие 500 мегаватт покрывают перетоками из России. По суткам у нас в целом нормально. Вот именно в эти часы с 5 до 9 до 10 как раз потребители приходят домой, все включают, и оно у нас же потребление неровным графиком идет. Есть падение и повышение. Ночью, допустим, когда производство стоит, оно внизу, утром повышается, повышается, и максимум работы у нас с 5 где-то до 10 часов. В это время мы испытываем проблему. Снизить износ и модернизировать сети важно, говорят эксперты, но протяженность линии большая. Одним махом все исправить очень сложно, на это требуется время и финансы. Гульнар Умаров, Олег Писаренко, ТДК-42. Скандал с новостройками возле консервного завода в Уральске набирает обороты. Бизнесмены требуют привлечь к ответу чиновников, которые дали разрешение на возведение жилых зданий в непосредственной близости к предприятию. Отметим, что суд вынес решение, что дома находятся на территории санитарно-защитной зоны завода. Теперь более 300 семей оказались в подвешенном состоянии. Они не могут въехать в свои квартиры, заплатив за них деньги. Договоренность между застройщиками и заводчанами до сих пор не достигнута. Ставлю вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Акима города Уральск Шинебекова, заместителя Акима, курирующей земельные вопросы, архитектурные вопросы, а также руководителя отдела земельных отношений, руководителя отдела архитектуры к уголовной ответственности. Просто так этот беспредел в таком состоянии не оставим. Виновные субъекты должны понести ответственность. У нас конкретно определенная позиция. А вот эти жилые дома, они должны быть снесены. Мы продолжаем выпуск. И вот что вы увидите после короткой рекламы. В Западно-Казахстанской области идет подготовка к ревакцинации от коронавирусной инфекции. Сколько человек уже привитый, когда в регионе начнут повторную вакцинацию? Штраф за курятник. Житель Актау прямо на крыше многоэтажного дома оборудовал курятник. Теперь предприимчивому мужчине грозит штраф по двум статьям. Зима уже на пороге. А это значит, что пора позаботиться о верхней одежде. Компания «Союз Меха» предлагает приобрести качественное меховое изделие напрямую от производителя. На выставке продажу представлено свыше 5000 изделий самых разнообразных моделей, цветов и размеров. При покупке товара вас приятно удивят акции и возможность приобрести товар в рассрочку. Помимо шуб, здесь всегда можно подобрать главные уборы и натуральные меховые жилеты. В ассортименте имеются не только женские, но и мужские модели. Новое пополнение еженедельно коллекции. Размерный ряд увеличен с 38 по 64 размер. Модельный ряд. Также цветовая гамма увеличена и в норковых шубках. Мутоновые. Австралийская овчина у нас очень хорошего качества. У нас многие покупатели покупают уже не первый год наши изделия. Приводят своих родственников, мам, сестер, братьев. Приходите, мы будем очень рады. Компания «Союз Меха» гарантирует высокое качество изделий. Каждая шуба изготавливается исключительно из натурального сырья путем обработки высокого класса. Подобрать то, что подходит именно вам, помогут продавцы-консультанты. Также они расскажут, как правильно ухаживать за изделием. Проводить чистку нужно только в специальных химчистках, которые занимаются чисткой изделий из меха натурального. Также не надо сушить их на обогревательных приборах. С мороза пришли, просто встряхнули шубку, на плечики повесили. И все, больше ей делать ничего не надо. Если вы еще не нашли свою шубу, приходите на выставку-продажу от компании «Союз Меха». До 30 ноября спешите приобрести меховое изделие отменного качества по адресу город Уральск, улица Сарамадатова, 28,2. Торговый дом «Твой дом Квант». Остановка-строитель на цокольном этаже. С 10 до 19 часов без выходных. Качественные товары по доступным ценам на протяжении 29 лет. В мечте вы найдете все – от мобильных телефонов и аксессуаров к ним до обогревателей и холодильных камер. Уважаемые жители и гости города, что же нас греет? Горячий кофе в туманное утро? Чтение любимой книги под теплым одеялом? Или возможность купить желанную технику по суперцене? Только по 15 ноября мы дарим скидки. 30% на второй товар, 50% на третий или 70% на четвертый товар. Либо кэшбэк мечты до 30%. Вас ждут низкие цены, огромный ассортимент товаров и возможность оформить все это в рассрочку до 24 месяцев в Каспи-банке. Без процентов, комиссий и переплат. Делайте правильный выбор. Покупайте технику «Выгодно в мечте». Приходите, мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Город Уральск, улица Курмангаза 69, в районе Центрального рынка, улица Сарамадатова 10, дробь 1, а также в городе Оксай, микрорайон 5А, дом 6А. Мужчина из ревности убил возлюбленную в Уральске. Полицейские начали расследование кровавого преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Во время допроса он пояснил, что конфликт произошел на почве ревности. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики «Убийство». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствием установлено, что погибшая 1981 года рождения и ее знакомые 1979 года рождения распивали совместно спиртное на съемной квартире в микрорайоне Кунаева. После чего между ними возникла ссора, в ходе которой гражданин 1979 года рождения нанес своей подруге ножевые ранения, от которых она скончалась. Мошенники просили денег от имени осужденной экс-главы управления здравоохранения Тараусской области Маншука Амурзиевой у ее знакомой. Ранее чиновница была заместителем облздрава в Западной Казахстанской области. В полиции сообщили, что знакомая Амурзиевой не поддалась на уловки злоумышленников. Напомним, что экс-глава управления здравоохранения была осуждена к штрафу в 5-7 миллионов тенге за халатность в деле о гибели младенца в перинатальном центре Атырау. От ее имени позвонили к ее же знакомой, тоже представителю одного из медицинских учреждений. Сказали, что якобы Маншу Кудайберген находится в местах решения свободы и срочно нужны 300 тысяч тенге. Пожалуйста, переведите вот на такой-то счет. Ну, ее коллега, конечно же, не купилась на это. Позвонила самой Амурзиной, выяснила, что все с ней благополучно, слава богу, и представила те абонентские номера, с которых осуществлялись ей звонки. По обращению к нам оперативно нам удалось установить по этим номерам причастных лиц, выявить их. В Западно-Казахстанской области идет подготовка к ревакцинации от коронавирусной инфекции. Она должна начаться 22 ноября. Отметим, что два компонента вакцины от коронавируса получили более 220 тысяч западно-казахстанцев. Это составляет две трети от требуемого количества для получения коллективного иммунитета. В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что первыми вакцину получат люди из группы риска. Медицинские работники, педагоги, персонал и контингент закрытых учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет. Также ревакцинацию могут пройти люди самостоятельно прошедшие исследования, имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавирусной инфекции. Остальные категории граждан ревакцинируют в 2022 году. У нас проводятся организационные работы в поликлинике, будут открыты еще дополнительные кабинеты для проведения ревакцинации. Если ранее мы проводили детские прививки обычные наши, плюс еще было два кабинета для вакцинации первым этапом, вторым компонентом вакцинации, то теперь будет еще открыт еще один кабинет для ревакцинации. Пандемия коронавируса идет уже второй год, но многие стран до сих пор не достигли коллективного иммунитета. В Казахстан уже поставлена вакцина Pfizer. В регион ее доставят до конца ноября. Переболели оба с мужем вдвоем. После этого прошли дневной сационар, как положено, семь дней. Через три месяца получили первую вакцину, через 21 день – вторую. Побочных действий, никакой температуры, ничего не было. Оба взяли вакцину «Спутник» российский. Ну сейчас, я не знаю, будем думать. Отметим, что новые штаммы коронавирусной инфекции более заразны и приводят к тяжелым последствиям. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. В Казахстане катастрофически не хватает врачей-рентгенологов. Актуальность этой проблемы показала пандемия коронавирусной инфекции. В самих медицинских учреждениях отмечают, что ими приобретается дорогостоящее современное оборудование. Но вот специалистов для работы на нем найти очень трудно. Руслан Берсагуров заведует отделением лучевой диагностики городской многопрофильной больницы. Врач отметил, что компьютерная томография позволяет установить точный диагноз для пациентов. Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация нестабильная, на плечи специалистов-рентгенологов легла повышенная нагрузка. Врачи работают круглосуточно, ведь пациент может поступить в любой момент. Самая большая трудность – большой наплыв пациента. Потому что раньше считалось, что норма – это на один человек в час, допустим, на КТ, на МРТ. Сейчас два, три, четыре человека в час бывает приходится пропускать. А молодые специалисты не хотят об этой сфере? Молодых специалистов почему-то очень мало. Я не знаю, почему работают, а в принципе, молодые не идут. У нас сам молодой сотрудник уже за 30 лет. Для того, чтобы стать опытным специалистом и уметь правильно читать рентгеновские снимки, необходимы годы практики. Молодые сотрудники больницы только обучаются премудрости этого дела. 22-летний Фархад работает лаборантом уже два года. Работа интересная и ответственная. Мне она очень нравится. Часто поступают пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Ей необходимо оперативно сделать диагностику, определив тяжесть травм. Самая острая ситуация с дефицитом специалистов на селе. Власти даже предоставляют выпускникам медицинских вузов жилье. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Подростки стали реже совершать преступления в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в департаменте полиции. Снижение составило почти 40%. С начала года различные преступления совершили 38 несовершеннолетних семей, из которых школьники и 16 студенты колледжей. Однако сами подростки все чаще становятся объектами преступных посягательств. В отношении совершенного идет рост преступлений. Это на 43%. Абсолютная цифра – это с 46 до 87. Как анализ показывает, что из 87, из них 35,60% – это совершенное преступление сексуального характера в отношении совершеннолетних. В Атерау задержан подозреваемый в изготовлении синтетических наркотиков. Полицейские изъяли партию, которая на черном рынке оценивается в сумму более 20 миллионов тенге. Сотрудниками департамента полиции установлено, что 27-летний гражданин изготавливал наркотические средства в съемной квартире. Во время обыска были изъяты различные средства и приспособления для изготовления и продажи наркотиков. Согласно заключению экспертизы, обнаружено вещество – это альфа-ПВП объемом 300 граммов. Из квартиры подозреваемого изъяли синтетический наркотик в количестве 1500 доз. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Атерауской области выросла стоимость хлеба на 15-20 тенге. Сейчас его цена доходит до 115 тенге за буханку. По словам ответственных лиц, цена на хлеб может вырасти еще больше. В Атерауской области цены на продукты, товары и услуги растут с высокой регулярностью. Жители просят власти взять под контроль работу по стабилизации цен. По словам ответственных лиц, на подорожание хлебобулочных изделий повлиял рост цен на другие товары и услуги. Если раньше один килограмм муки, который мы получали из Жилаевского комбината в Уральске, стоил 155 тенге, то сейчас ее стоимость составляет 165 тенге. В последнее время из-за дороговизны горюче-смазочных материалов и электроэнергии постепенно приходится повышать цены на хлеб. В нефтяном регионе функционирует 16 пекарен. 10 из них расположены в областном центре. Запасы дешевой муки исчерпаны. Ответственные органы заявили, что в ближайшие два месяца цены будут стабилизированы. Однако ни с одной пекарней все еще не достигнута договоренность. В стабилизационном фонде заявили, что в запасе имеется 2490 тонн продовольствия. Стоит отметить, что этот показатель в три раза больше, чем в прошлом году. Сейчас объявлено два тендера на закуп 1 миллиона 180 тысяч килограмм продукции, чтобы в регионе сформировался необходимый запас продуктов питания, необходимый для стабилизации цен. На фоне растущих цен социальная напряженность в регионе возрастает. Специалисты отмечают, что подорожание товаров и услуг может продолжиться. Айданамо Ленхаза Айбек Байзаков, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42, Атравская область. Поставщики газа прогнозируют рост цен на голубое топливо до стоимости бензина. К примеру, только в Костанайской области газ подорожал в два раза с начала года и достиг максимума 125 тенге за литр. И несмотря на высокую стоимость, продавать топливо приходится уже с нулевой рентабельностью. С каждой торговой сессии газ становится дороже. К примеру, только за последнюю неделю цена выросла на 50%. Поставщики считают, что нужно отменять кнопочную систему на торгах и установить инфляционный порог цены. Если не остановить эту ваханалию, с дефицитом цены мы обгоним Россию и у нас будет под 200 тенге газ. Сейчас мы торгуем, у нас себестоимость должна быть 140 на ноябрьские поставки. Но мы торгуем дешевле. Если цены на бирже будут расти, то поставщикам придется пойти на крайние меры. Увольнять специалистов в газовой отрасли, которых и так немного, и сокращать количество АЗС. Тем более, большинство владельцев газораспределительных станций выступают против кнопочной системы и за установку инфляционного порога цены на торгах. В Актау житель прямо в центре города занялся фермерством. Для этого выбрал необычное место. Прямо на крыше многоэтажного дома он оборудовал самодельный курятник. Даже нашлось место к роликам. Наши корреспонденты с подробностями. Больше месяца назад в этом доме появились необычные соседи. Если раньше во дворе дома жители разводили голубей, то многодетный отец Руслан Сниф превратил крышу десятиэтажного дома в птицеферму. Дорожающие продукты вынудили отца большого семейства открыть необычное дело. В хозяйстве нашлось место даже кроликам. Вот как бы здесь бесхозная она стояла, вся мусорит. Здесь всегда хлам был. Я здесь почистил, стяжку сделал, чуть-чуть утеплил ее, чтобы куры здесь прижились как-нибудь. Однако терпеть такое соседство другие жители дома и полицейские не намерены. Новоиспеченному фермеру выписали штраф сразу по двум статьям. А это больше 65 тысяч деньги. По данному факту был составлен административный протокол по статье 408, а также по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Сейчас мужчина вынужден свернуть свой бизнес. Он готов отдать в добрые руки кур и кроликов. А самое главное, надо найти другой способ прокормить свою семью, сетует мужчина. Султан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТДК-42, из Мангистаусской области. В Октюбинской области дожди резко сменились обильным снегопадом. Под утро на регион обрушилась сильная метель и гололед. Непогода доставила немало хлопот подрядным организациям. Вся спецтехника сейчас работает в авральном режиме. По информации департамента ПУЧС, в снежном плену оказались десятки машин. Их вызволяли из заносов. Снегопад парализовал движение автотранспорта на трассе Самара-Шимкент. На два дня в регионе объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в области ожидается низовая метель и гололед. Мы видим очень много машин, которые буксуют, которые задевают друг друга. На трассах ситуация примерно же аналогичная. В восьми районах области прошел сильный снегопад. Груженные фуры у нас не в состоянии подняться на подъемы на автодорогах. Поэтому идет активная процентка. Работают все экстренные службы. Дороги обслуживаются подрядными организациями. Все 28 финалисток «Мисс Казахстан-2021» собрались в Алматы и начали подготовку к финалу. Он состоится 16 ноября. 17-летняя Екатерина Кужакешева, которая в этом году стала «Мисс Уральск», полна решимости бороться за победные места. Отметим, что в этом году самых красивых и талантливых девушек нашей страны выбирали онлайн. Но сам конкурс пройдет в традиционном формате. Победительница будет представлять Казахстан на мировом уровне. Привет, Уральск. Я Кужакешева, Екатерина. Представляю наш город на конкурсе «Мисс Казахстан-2021». Все участницы со всех регионов Казахстана съехались в одном городе Алматы, где у нас проходят ежедневные репетиции, тренировки со самыми лучшими профессионалами нашей страны. Финал у нас состоится уже 16 ноября. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». Ковры на Шолохово – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8705-992-0207. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». Ковры на Шолохово – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8705-992-0207. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА